Дни и ночи идут караваны судов морями Северного Ледовитого океана. Трасса, пролегающая вдоль берегов Советского Союза, называется Северным морским путем. Давно уже начал человек осваивать его. В распоряжении современного моряка мощный флот ледового плавания. Когда-то русские поморы, офицеры Великой Северной экспедиции Петра I, ходили тут на хрупких суденышках, искали короткий торговый путь к странам Востока. В конце прошлого века, не сумев преодолеть северо-восточный проход за одну навигацию, экспедиция Норденшельда подорвала веру в Северный морской путь как торговую артерию. Суда той поры не были еще готовы к ледовым плаваниям. Сейчас изменились не только корабли. Изменилось само Заполярье. Тут найдены полезные ископаемые, поселились тысячи людей, появились города, поселки. Но как снабжать их? И как вывозить отсюда сырье и готовую продукцию? По арктическим морям, через порты, в устьях северных рек. Так определилась роль Северного морского пути в жизни советского Заполярья. Валентин Цыкунов, капитан теплохода Коли Миготин, ведет свое судно Чукотским морем в разгар навигации 1983 года. Валентин Цыкунов, капитан теплохода Коли Миготин Представляет ли он, что буквально через час одна из таких льдин сделает пробоину в борту его судна, одну из многих, что получит оно к исходу этой навигации? Приходится совершать тяжелое плавание. Бывает несложная навигация, и арктическая обстановка бывает довольно легкой. Но в основном это трудное время, трудное время для работы судов в Арктике. Особенно первые месяцы после открытия арктической навигации. Обычно ледовая обстановка становится легче в августе-сентябре месяце. Как раз в это время, когда совершаем этот рейс. Но однако же и в это время бывают сложные ситуации сплочения льда, как вот сейчас, где мы идем в проливе Лонга. Здесь обычно бывает набрисование тяжелых льдов, которые нагоняют северо-западными, северными ветрами. И здесь необходима проводка судов ледоколами. В Арктике все взаимосвязано. Люди и суда, море и воздух. И труднее было бы морякам, если бы не находили проходы во льдах летчики и гидрологи ледовой разведки. А сколько историй вспоминается в моменты полета? Ледведь также показывает нам, это ледведица, оказывается, была, с ледвежонком. Потянула воздух, рыкнула чем-то, понимаешь, подошла к винту, и винт привлек, понимаешь. Села назад, между ног лобос, винта, понимаешь, и начала дергать. Вот прям как человек, понимаешь. Олег испугался, говорит, сейчас отломает, я говорю, давай запустим. Часами длится полет. Опять-таки ударишь ее, опять, значит, лобос, может, она не поломает. Я давно хотел работать в Арктике. Работа мне нравится тем, что она живая, интересная, не сидящая. Мы видим плоды своего труда сразу же. Удачная работа, значит, нам благодарность. Плохо сделали работу, значит, неудача в делах приводит к неудачам других людей. Вот это основное. Так держать. Так держать, на ромбе 225. На ромб 226. Покажи, на ромб 226. На кроссе 226. Вот легче эту левую льдину пропустите по левому борту. Говорит капитан судна «Горняк» Артур Зуев. Мы эти суда здесь используем по той причине, что они мелкосидящие теплоходы. И год на год артистская навигация не бывает похожа. Такая бывает навигация, когда лед близко прижат к берегу. А чистая вода есть на мелководье. Мы проходим по мелководью. Крупно-тоннажные транспорты «Гарка». Многоцелевой современный корабль. Способен плавать в 50-градусные морозы. Самостоятельно преодолевает лед метровой толщины. Строят такие суда в Финляндии по заказу Советского Союза. В конце навигации эти суда прошли испытания по самым суровым меркам. И выдержали его. Субтитры создавал DimaTorzok Произносишь северный морской путь, северный ледовитый океан. И невольно думаешь, будто трасса эта постоянно забита льдами. Но это не так. Летом и осенью встречаешь тут большие пространства чистой воды. Вот только ветер в любой миг может нагнать с севера льды и породить ту же ситуацию, что и полвека назад, когда они срезали в этих местах винту ледокола сибиряков. Первым в мире преодолел тогда северный морской путь за одну навигацию. Но конец пути шел под самодельными парусами. Вот почему в Арктике людям все время приходится быть начеку, внимательно слушать ее, следить за любой переменой в ее настроении. Для этого на трассе северного морского пути созданы два оперативных органа управления. Два штаба морских операций в Арктике. Восточный и западный. Они постоянно держат связь с транспортами и ледоколами. Ледокол Ленин, штаб. Штаб, ледокол Ленин на связи. Подождите минутку, сейчас капитан пройдет. Хорошо, ждем. Штаб, я ледокол Ленин. Добрый день, Григорий Абрамович Полонин. Ну расскажите, как у вас там обстановка сейчас? Восточный штаб Певеки зафиксировал начало крупных атмосферных движений с непредсказуемыми пока последствиями. Наиболее важная картина сейчас у нас, наиболее важный момент, который надо отразить, этот циклон, который появился в районе Тикси. Он стремительно вышел в течение ночи из района, западного района Арктика, пересек Таймыр и сейчас находится прямо под Тикси. Этот циклон сильный, мощный. Это наша, видимо, будущая перспектива, которая будет распространяться с запада на восток. По всем станциям Восточно-Сибирского моря амбарчик минус 3,7, это самая низкая температура, Раучуа минус 1,7, Певек 1,1, 1,1,4, Волькарка 1,6. В общем, сплошной минус. Самый низкий амбарчик минус 3,7, почти 4 градуса. И сплошные туманы. Туманы настолько обильные, ну это видно было и по Певеку, что все практически море, и не только море, а все наши восточные арктические моря находятся в сплошной, можно сказать, в сплошном тумане. Владимир Сухоцкий судно гидрографическое. Самолеты ледовой разведки, транспортные суда и ледоколы следят за погодой и ледовой обстановкой арктических морей. Гидрографы исследуют их глубины. В советское время ими открыты десятки новых подводных долин и хребтов. Целая страна. На северном морском пути, как и на любой другой настоящей магистрали, есть целая система путевых знаков. Маяки, подходные створы, радиолокационные отражатели. На одном из островов трассы внезапно замолчал радиомаяк. Плацмейстеры заменят испорченный блок новым. Полярные станции Важная составная системы северного морского пути. Люди здесь надолго оторваны от родных мест, но живут уютно. Привычных благ цивилизации совсем не лишены. Мало того, есть жизни полярников и свои колоритные детали, каких не встретишь ни на каком материке и ни в каком большом городе. Ежедневно с полярных станций передают данные, которые служат основой для краткосрочных прогнозов погоды. Анализируя также сведения дрейфующих станций Северный полюс, метеорологических спутников, ученые делают и долгосрочные предсказания того, как поведет себя Арктика в предстоящем году. Но безукоризненно точные прогнозы человеку пока не даются. Полярные станции расположены нередко в таких местах, где не сесть к грузовому самолету, куда не добраться машинам, а морские суда не могут подойти к берегу из-за мелководья. Вот тогда приходится перегружать продовольствие и оборудование с судна на берег таким образом. Груза много. Это ведь продовольствие на год. Работа тяжелая. Но слабому человеку в Арктике вообще делать нечего. Тут нередко приходится работать и круглые сутки, не считая с усталостью. А зависит это все от тех же капризов матушки арктической погоды. Сегодня она позволила вести работы, а завтра разгуляется шторм и дрейфуй тогда долгие часы, а то и сутки, у берега. Ну а ждать у моря погоды дело не очень веселое. А потом качаться в день! Наступило утро и с моря нагнало ледяную шугу. Надо торопиться. Тем более, что на станции испортился трактор, помогавший обычно в разгрузке. А запасные детали для него привезли только с этим рейсом. В конце этой навигации в Заполярье был испытан для такого рода перегрузок новый мощный грузовой вертолет. Но для вертолета нужны и суда подместительнее этого. В Арктике все взаимосвязано. В единую схему вязаны и существующие на крайнем севере арктические порты. Мурманск. Столица атомных ледоколов страны, для характеристики которой привычным стало слово «самый». Самый крупный и благоустроенный за полярным кругом город. Самый мощный и хорошо оснащенный за полярный порт. Из Мурманска отправляются суда с грузами, без которых немыслима жизнь тысяч северян. У каждого порта на трассе Северного морского пути своя особенность. Полвека назад на Енисее вырос порт Дудинка. Он довольно далеко отстоит от Енисейского залива Карского моря, но крупнотоннажные суда свободно подходят к его причалам. Объем работ в Дудинке не меньше, чем в таких крупных портах, как Владивосток или Одесса. Вызвано это развитием Норильского горно-обогатительного комбината. Устья большинства сибирских рек доступны морским судам, но из-за мелководья грузовые операции часто проходят на рейде. В бухте Порто-Тикси морские корабли перебрасывают грузы прямо в трюмы речных судов. А так грузят здесь на морские суда вывозимые с реки Лены лес, которым Советский Союз торгует с Японией. Контейнер, да? Чего давать? Восьмерку или четверку? Еще об одном виде перегрузок расскажет сейчас хроника, снятая зимой на мысе Харасавы, что на Ямальском побережье. Тут работают полярные газовщики. Для их обеспечения используется ледовый причал. Гидрологи выбирают подходящие места на припая, а ледоколы подводят сюда транспорты, как к причалам. Отсюда по ледовым дорогам грузы непрерывно поступают на берег. Своё лицо и упорка на мысе Шмидта в поселке на открытом морском берегу Северной Чукотки. Незащищённые от ветров ни скалами, ни сопками бухте, морские суда разгружаются далеко на рейде. Ближе к берегу не подойти. Разгрузка идёт медленно. Люди ждут. Нервничают. Льды начинают понемногу забивать бухту. Пусть люди здесь привыкли к этому. Но капитан-наставник портопункта Владимир Вахрушев встревожен. Некоторые баржи получили пробоины и требуют ремонта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Эти кадры сняты в разгар полярной ночи. На суше Актика не менее своенравна, чем на море. Порт Зелёный мыс стоит на реке Колымье, как и дудинка вдали от моря. Если у морского судна большая осадка, бар Колымы оно не одолеет и будет разгружаться на рейде. До порта далеко. Плавание по реке проходит только с лоцманом. Сергей Милицин лоцман опытный. За навигацию осуществляет несколько десятков проводок. Ему хорошо известно, что перевалки грузов штаб морских операций отдает добрую половину своей деятельности. Продолжение следует... В конце лета с севера на порт Певек вдохнуло полярным холодом. Я работаю в Арктическом морском порту 22 года. Ну, из них я не помню, чтобы именно была навигация хорошего. В каком смысле? В ледовой остановке. Всегда приходится работать в ледовых условиях. Даже в порту у нас. То есть в этом году вот хотели уже идти за грибами, но как видите, снег выпал. И грибов не пришлось по самому играть. А в прошлом году было у нас и грибы, и ягоды. На конец навигации был получен неблагоприятный ледовый прогноз. Его составили опытные специалисты. Уж слишком настойчиво еще с июля дули северо-западные ветры. Над Чукоткой висел туман. Призрак обвала многолетнего льда от полюса становился реальным. Слишком уж много оставалось открытых мест для нажимного дрейфа льдов. И вероятности того, что они перекроют трассу, никто не отрицал. Ветер дует, лед дрейфует, шутят в Арктике. Но правда этой шутки довольно грозная. До поры до времени своим чередом шла жизнь на ледоколе Владивосток. Скоро экипажа до лепку пельмени один раз в неделю обязательно по четвергам. Приходят все желающие, желающих большинство как правило. Ну, потому что все умеют лепить и все любят хорошо покушать. Море любит сильных, а сильные любят поесть. Но вот 30 августа все же произошел обвал мощного ледяного массива. Он полностью забил пролив Лонга. Говорит ботсман с Владивостока Петр Голуб. Лосы ставятся тогда, когда тяжелый лед, когда ледокол канал бьет, канал успевает затягивать. Судно у нас отстает. И мы вынуждены для того, чтобы она не оставала, именно шла за ледоколом следом и быстрее брать ее на усы, поджимать под себя и скорость увеличивается проводки и все. Ну что характерно, что усы рвутся. Вот видели какие? 70 миллиметров, 65 миллиметров и трещат запросто. В прошлой навигации навигации ледокол и запроводку одни усы практически использовал. А мы сейчас уже на шестых идем. Пять штук уже порвали. Тяжело. Полвека назад близ этих мест произошла драма, приковавшая внимание всего мира. Нахлынувшим льдом был захвачен в Чукотском море пароход Челюзкин. Неприспособленный к ледовым плаваниям он затонул. Экипаж, кроме одного человека, спасли. Сегодня по трассе северного морского пути вновь плавает Челюзкин. Ледокол. Судно несоизмеримо более мощное. Но и оно вырываясь из Чукотского моря получило повреждения. Нет! Нет! Нашел! Понял, понял. 30 сантиметров корму! Право морда! Пробоина 30 сантиметров. Такие же угрозы возникли и перед другими судами. Многие ведь возвращались на запад проливом Велькицкого. С палуб ледоколов поднимаются в воздух вертолеты, ищут проходы в ледовой перемычке. Ледокол идет на штурм сковавшего пролив панциря. каравану было трудно, но пролив Велькицкого необходимо было преодолеть. За ним были свободные ото льда моря. Тысячесильные двигатели словно бы не реагировали на приказ самый полный вперед. Ледоколы протаскивали за собой суда буквально по метру. Григорий Матусевич полярный капитан за плечами у которого не один десяток навигаций на трудности смотрел философски. Он просто ждал, когда ледокол Сибирь или Мурманск освободит его судно капитан Готской из ледового плена. Шах 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 Ну по сложности по сложности навигация очень сложная были сложные навигации и раньше но ни такого обеспечения сейчас так на нем но при нынешнем обеспечении такие ледоколы мощные суда мощные и с таким другим все делается это довольно редко. Да, навигация 1983 года без сомнения сложнейшее в истории арктического мореплавания завершилось очень драматично. Трудно было судам в проливе Великийцкого но тем которые в начале октября по вере благоприятному прогнозу вошли в пролив Лонга было несравненно труднее. Вся страна следила за их борьбой. В ледовую ловушку попали 22 транспорта. 6 октября получив пробоины в этом месте затонул теплоход Нина Сагайдак. Вертолетчики спасли весь экипаж. Получил повреждение теплоход Коля Миготин тот с которым мы познакомились в начале фильма. Экипажу предложили оставить судно на зимовку во льдах. Боряки в ответ заверили что сделают все для спасения из раненого корабля и сделали это. В конце концов 21 транспорт был выведен из Чукотского моря в Порт-Певек. Но это было позже. Пока же на помощь зажатым ледовыми тисками судам брошен был мощный кулак из всех ледокольных сил. Образцы умения показал экипаж томохода Леонид Брежнев. Льды срезали у корабля лопасть винта люди отремонтировали судно и ледокольный лидер вновь возглавил проводку. Эта арктическая эпопея еще раз напомнила всем одну истину. Человек заселил берега Заполярья и работает на этой земле с эффектом не меньшим чем в любом другом районе Советского Союза. Но говорить о том что человек стал уже безраздельным хозяином в арктических морях пока преждевременно. Мы еще только договариваемся о партнерстве и Арктика на эти переговоры идет не всегда охотно. И теперь понятнее становится своевременность спуска на воду нового атомного ледокола Россия со стапеля судостроительного завода в Ленинграде. В западном районе Арктики зимнее плавание судов по трассе Северного морского пути уже налажено. Дело за организацией круглогодичной навигации и в восточной части Северного Ледовитого океана. Сделать это можно только с помощью таких исполинов как Россия. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ